Есть в русской орфографии очень хитроумное правило с громадьем исключений. Это написание одной-двух «н» в суффиксах прилагательных и причастий. Лингвистическая чуйка меня давно наводила на два подозрения. Либо за то время, сколько у нас есть письменность, язык в этом месте сильно изменился, и теперь мы просто не ощущаем каких-то древних механизмов словообразования. Только консервативное по духу письмо сберегает их следы. Либо в таких написаниях имеет место просто кодифицированный раздрай. Ученые прошлого не смогли договориться, как причесать такие написания под одну логическую гребенку и просто наказали писать так, как повелось истори. Ну и как же оно было на самом деле? Сегодня узнаем. Запоминаем. Буква удваивается, звук удлиняется. Итак, в древнерусском языке до 12 века долгих согласных не было. Но потом случается падение редусированных гласных, еров. Я об этом много раз рассказывал, например, в этом видео. Коротко суть. Буквы, которые мы ныне знаем как твердые и мягкие знаки, называются вместе еры. И они до 12 века передавали гласные звуки «ы», «ы». После же они в одних позициях перестали произноситься, в других совпали по выговору с теми, которые передаются буквами «о», «е», иногда «ы». Так вот, если по обеим сторонам отпавшего гласного были одинаковые согласные, они совокуплялись в один долгий звук. Возьмем в пример слова «истинный», «пашенный», «конный», «старинный». В них одна «н» — часть корня или иного суффикса, другая «н» — часть суффикса прилагательного. До 12-14 веков эти слова могли писаться исключительно так. Произносились они до 12 века, соответственно, так. После 14 века, по причинам, о которых мы для краткости рассказа умолчим, написание таких слов начинает меняться. Непроизносимые буквы «ери» в середине слов начинают опускать. Сначала они заменяются на особый значок «пайрок». Потом даже и «пайрок» перестают писать. И часто слог с бывшими «ерами» обозначают выносными буквами. Но порой и на это забивают. Так и возникают следующие удвоенные написания, которые выглядят почти как современные. С тех пор, как пишет исследователь Осипов, просто появляется мода на удвоенные написания «н». Безотносительно того, это стык морфем или нет. Соответствовали ли раньше удвоенные написания долгому произношению? Неясно. Вряд ли. Впрочем, оно и не важно. У пестов того времени была установка. Орфография не должна зависеть от произношения. Это и с поспеша ствол росту числа орфограмм, особенно в высокой книжности. Об этом я также рассказывал в одном из своих последних видео. Уже первые славянские грамматисты обращали внимание на разнобой в написаниях одной-двух «н». Так, в 1619 году, книжник Милетий Смотрицкий выдвинул изящное предложение по упорядочению правописной кутерьмы. В именах нужно писать две «н», а в причастиях – одну. И так получается у него положено, что странный, истинный, законный или смиренный в значении прилагательного у него пишутся с двумя «н», а читанный, виденный или смиренный как причастие пишутся с одной. У Ломоносова было иное основание. Он предлагал писать «н», «н» в словах с церковнославянского происхождения, «н» – русского. Прошедшие неопределённые страдательные причастия весьма употребительны как от новых российских, так и от славянских глаголов, произведённые «питанный», «венчанный», «писанный», «виденный», «качаный», «маранный». Первый склоняется как настоящий, другие на конце один «наж» имеет, то есть одну букву «н». Десятки авторов предлагали свои правила о пресловутых орфограммах. Однако ни у кого не оказалось достаточно сил и положения в своё время, чтобы навязать одни правила всем. Большинство продолжали следовать тем правописным привычкам, которые сложились сами по себе в пищем обиходе. И само собой на письме всегда имело место, пусть хоть может быть и малое, но вариативность. Даже то, каким написанием обучать детей в школе, ещё в середине 19 века определял не общий обязательный свод правил, но решение учителя. Только во второй половине 19 века удалось создать всеобъемлющий свод правил русской орфографии, а в начале 20 века более-менее по всей стране унифицировать по нему школьную программу. Успех принадлежал филологу Якову Гроту. Можно думать, удача Грота зиждилась во многом на том, что он больше описывал пищую практику своего времени, но не предписывал правил поперёк неё. Даже если бы новые правила были бы теоретически обоснованнее обычая. Такое же описание и представляет собой раздел в его книге об удвоенных согласных. Он и послужил основой к современным русским правилам. До второй половины 19 века русское правописание развивалось по большей части естественным путём, назовём это так. На писании не устанавливались какой-нибудь орфографической комиссии РАН, но обкатывались в обиходе и избирались тысячами безвестных пишущих. Ясно дело, всё за некоторыми мелкими изъятиями, но в целом правила об одной-двух Н в прилагательных установились, когда бы вы думали. Ещё в 16 веке. Об одной-двух Н в причастиях в начале 18-го, в Петровскую эпоху. Так исследовательница Сивкова показывает на данных рязанских деловых бумаг 16 века, что тогда уже весьма последовательно соблюдали такие правила. С двойным Н пишется прилагательные с основой на Н и с суффиксом ЙЕН, с одним Н – прилагательные с суффиксами ИН, АН, ЯН. Исследовательница Каверина показывает на данных ведомостей и деловой скорописи 18 века, что уже тогда в ходу было знакомое нам правило. Н в кратких причастиях и НН в полных причастиях от глаголов совершенного вида. Несильтесь сопоставить правила с произношением. Я пытался. Системы соответствий там нет. Притом надо помнить, что некоторые слова, вообще говоря, ещё и произносятся двояко. Да, можно обращаться к произношению как к доводу, почему то или иное написание может возникать. Но ни одно из современных правил не основывается на выговоре. Потому что русская орфография не фонетическая в своей основе, а морфологическая. Сейчас мы будем читать правила, которые изложены на сайте грамота.ру и в справочнике Лопатина. Буду говорить о каждом правиле. Отражает ли оно естественные движения в языке или же плод сугубо письменности? Откуда взялись исключения из него? И насколько оно лингвистически основательно? То есть, если там внутренняя логика или же правило, высосанное из пальца, оно просто задним числом объясняет какие-то привычные написания. Одна-две-н в отымённых прилагательных. Если слово образуется с помощью суффикса-н, удвоение согласных получается лишь в том случае, когда основа производящего слова оканчивается на-н. Например, сонный, барабанный. В начале ролика я уже сказал, что такие написания возникли из-за падения редуцированных гласных. Исключение это правило не знает. И, что главное, оно согласно с морфологическим принципом. А это то, что нужно. Если при образовании слова использовались суффиксы-ан, ян, ин, то писать надо одну букву-н. Например, гусиный, серебряный, кожаный. Запомните несколько исключений. Стеклянный, оловянный, деревянный. В этих словах пишется удвоенное-н, несмотря на то, что они образовались с помощью суффикса-ян. Написание с одной-н исконное. Но в произношении суть колебания. Обычно слова, положим, кожаный и серебряный произносят с кратким согласным. Кожаный. Серебряный. Но бывает и долгий выговор. Жилистый. Серебряный целковый в трубочку свертывал. Голова покрыта была серебряной сединою. Рукописи не только папирусные, но и даже кожаные. Кожаные ремни. Может, потому раньше и писали временами эти слова с удвоенной-н. Что до исключений стеклянный, оловянный, деревянный. Дело в том, что в этих словах суффикса два. Обыватель без погружения в историю языка о том дознаться правду не может. Названные слова восходят к древнерусским прилагательным. Стеклян, оловян, деревян. Купих кандило стекляно велико вельми. После падения еров в ряде диалектов сочетание сткл упростилось до скл. Отсюда русская склянка. Сравним также это с польским шкляне и болгарским стуклен. Зачем понадобился еще один суффикс, который не меняет значение слова? Да незачем. Но, тем не менее, такое происходит сплошь и рядом. Сравните. Ответственен, ответственен. Легкомыслен, легкомысленен. Искусствен, искусственен. Благословен, благословенен. И даже так. Болезен, болезный. Нет суффикса прилагательного. Болезнен. Один суффикс прилагательного. Болезненен, болезненны. Два суффикса прилагательного на историческом уровне. Если же суффиксы «он» или «ен», то пишется две «н», например, «авиационный», «соломенный». Обратите внимание также на слово «ветреный». В нем нет удвоенных согласных, так как это прилагательно образовалось не от существительного «ветер», а от устаревшего глагола «ветрить» с помощью суффикса «н». Итак, в XIV веку у отыменных прилагательных в суффиксе был один «н». Жизнь – жизненный, обед – обеденный. Но после, под влиянием причастий от именных прилагательных «н» удвоилось. Случилось это так. Некоторые причастия стали восприниматься как отыменные прилагательные. Положим, изначально слово «обыкновенный» – это причастие от «обыкнуть», «откровенный» – от «открыть», «вдохновенный» – от «вдохнуть». И к тому времени, когда это переосмысление случилось, причастия уже описались с удвоенной «н», о чем я расскажу чуть позже. Потому и суффиксы с двумя «н» стали восприниматься как еще одни суффиксы для отыменных прилагательных. Так мы получили современные написания «обеденный», «жизненный». Что до слова «ветреный»? Ну, на грамоте «ру» написано все верно. Оно образовано от глагола. Значение устарелого глагола «ветрити» – это «веять», «производить ветер». Те же слова, что напрямую происходят от «ветра», в современных правилах застолбили за собой другие формы – «ветряной», «ветровой». Это и по ударению ясно. Однако живой язык чхал на эти мелодию, потому появляется краткое прилагательное «ветренин», которое, как бы, наверное, предполагает и удвоенное написание в полной форме, но в норму это не внесено. Притом «безветренный», «подветренный» пишется по-другому. Они пошли от существительного. Глаголов «безветрить», «подветрить», как понимаете, нет и не было. Что ж, если мы взглянем на пищую практику еще в XIX веке, увидим страшный разнобой. Грот, положим, прямо приводит эти слова в двух написаниях. Пожалуй, так оно происходит и из-за произношения. Очень часто выговор согласного долог, что сбивает. Очень ветренная девица, а ведь на носу всемирный фестиваль молодежи. Была темная, осенне-дождливая и ветреная ночь. Одна-две «н» в причастиях и от глагольных прилагательных. В суффиксах полных страдательных причастий пишется две буквы «н», например, «спиленные деревья». В суффиксах кратких страдательных причастий пишется одна буква «н», например, «деревья спиленные». Здесь удвоенный согласный, изначальное явление сугубо орфографическое. Но возникло оно не на ровном месте, а по некоторой морфологической нужде. Когда я писал сценарий к этому выпуску, я долго силился понять Грота, Иванова, Барковского, лингвистов, которые писали об этом правописном нюансе. Каждый излагал что-то свое, и при том, что-то не до конца вразумительное. Но я посовещался с коллегами, и вот к какому объяснению пришел. Вспомним, что некогда был суффикс «ерь-эн», и когда «еры» начали уходить из письма, то он приобрел вид просто «эн». О том, что он был именно таков, даже не заглядывая в древние тексты, мы можем понять по современным беглым гласным. «Верен» — «верна», «нежен» — «нежна». Смотрите, на старое написание видно, что там был «ерь». Этот суффикс теперь не добавляет гласного при чтении, а потому становится сугубо графическим элементом. Это важно, положим, для хомового пения, где все «еры» пропеваются как гласное. А теперь одним «эном» нашим меньше, одним больше — это ни на что не влияет. Также суффикс примечательен тем, что при наращении к некоторым группам слов он почти никак не изменяет их значение. Но сравните. «Презрен» — «презренен», «болезен» — «болезнен». Разницы никакой. В таком случае эта вторая согласная становится удобным средством графического разграничения каких-либо групп слов. Также помним, что в среднерусский период высокая книжность изрядно озабочена борьбой с многозначностью. Таким образом, книжники борются с еретическими толкованиями текстов. Итак, в языке истории существовала группа слов, которая графически никак не была обозначена. Это полные причастия от глаголов несовершенного вида с суффиксами «аз» или «ядь». Такие причастия семантические, то бишь по смыслу, не перешли в отглагольные прилагательные, то есть не стали показывать постоянный признак предмета. «Видеть виденный», «смотреть смотренный», «слыхать слыханный», «читать читанный». И для того, чтобы это как-нибудь обозначить на письме, и было изобретено наращение того самого безгласного суффикса «наш» — «н». Так появились течения суффиксов «ядь наш наш», «аз наш наш». И именно эта группа слов, возможно, стала оказывать влияние уже на все остальные причастия. Логику я здесь нашел простую. Если мы в первом случае показываем суффиксом «н», что это причастие, а не отглагольное прилагательное, то и во втором тоже будем делать так же. То, что в большинстве случаев новый суффикс просто дублирует одно из значений приставки, роли не играет, так как количество таких причастий без приставки все равно велико. Виденный, читанный, также брошенный, решенный и так далее. Следы же старого написания причастий до сих пор остаются в виде исключений или устойчивых сочетаний. Но все же соображаем, никакие исключения с потолка не падают. Это отмечал еще Грот. Положим «названный брат», «посаженный отец», «смышленый малыш», «прощенное воскресенье». Также обратите внимание на слово «приданное». А вот что до кратких причастий, то они неспроста не удвоили согласную вообще нигде. Еще с XIV века все краткие формы стремятся к тому, чтобы остаться только в функции сказуемого. Положим, мы сейчас можем сказать «хлеб испечен только что». Но не можем сказать так «я купил только что испечен хлеб». Это звучит очень архаично, потому что функцией определения современный язык дозволяет только полную форму. «Я купил только что испеченный хлеб». А раз так, то и нет нужды отличать на письме от глагольной прилагательной от причастий, потому что в роли сказуемого первые быть и не могут. Поскольку полные страдательные причастия иногда очень похожи на прилагательные, чтобы избежать ошибок полезно помнить четыре условия, при которых пишутся две буквы «н». Причастие имеет приставку «кроме не», например, «высушенные грибы». Причастие образовалось от глагола совершенного вида, например, «решенная задача», от глагола «решить», «что сделать», «совершенный вид». Причастие имеют зависимые слова, например, «высушенные», «где», «в печке грибы». Причастие образовано от глагола с помощью суффиксов «ова» или «ева», например, «взволнованное лицо». Если слово не имеет ни одного из этих признаков, то оно пишется с одним «н». Пункт о том, что важны все приставки, кроме «не», объясним просто. У глагола «не» — это частица, а не приставка, соответственно, она не влияет на вид. Пункт о суффиксах «ова» и «ева» тоже прозрачен. Эти суффиксы, наоборот, всегда дают глаголу или совершенный вид, или делают его двувидовым, а такие пишутся с двумя «н». Но как вид и зависимые слова вообще определяют написание? Исконно во всех этих случаях писалась одна «н», согласный произносился кратко. Но в XVII веке начало действовать то самое устремление, о котором я говорил несколько минут назад. А именно, появилась нужда на письме разграничивать причастие и от глагольные прилагательные. И так зависимое слово и создает условия для удвоенного «н» в суффиксе. Ведь у прилагательных за редкими исключениями зависимых слов не бывает, не то что у причастий. Отсюда и известный пример, которым любят издеваться над школьниками. «Жареная картошка» с одной «н» прилагательная, постоянное качество картошки. «Жаренная с грибами картошка» — две «н» причастие. Картошку жарили вместе с грибами. «Жаренная картошка с грибами» — одна «н» прилагательная. Уже пожаренную картошку подали с грибами. Иные спросят, а почему от глаголов несовершенного вида у нас образуются не причастие, но от глагольные прилагательные? Отвечаем, потому что такие формы сами по себе уже мыслятся как то, что передает постоянный признак предмета, а не тот, который развивается со временем. А это и есть главное отличие прилагательного от причастия. Сравните. Замоченная крупа, моченые яблоки. Наряженная елка, ряженый генерал. Любопытно. В современном обиходе частотны неправильные написания иных сочетаний. Те преобладают даже в печати. Так, чаще пишут считанные минуты, стриженные волосы, деланная улыбка, с двумя N, а не по правилу с одной. Это замечал еще 60 лет назад академик Виноградов. И с тех пор ничего не изменилось. Кроме этого, есть несколько слов с двумя буквами N, написание которых необходимо выучить точно так же, как мы запоминаем слова-исключения. Невиданный, неслыханный, нежданный, негаданный, нечаянный, желанный, жеманный, священный, чванный. Опять же, посовещался с коллегами и напал на две мысли. Первое. Такой разношерстный список исключений мог возникнуть только из-за произношения. А второе. Это что здесь для части примеров, по крайней мере, может быть та же логика, что и для слов виденный, слышанный. Особно рассмотрим причастие от двувидовых глаголов. Обычно такие слова пишутся с двумя N. Велеть веленный, женить жененный, казнить казненный, молвить молвленный, обещать обещанный. Но суть три исключения. Крестить крещеный, ранить раненый, контузить контуженный. Иногда бытование последних объясняет тем, что они, мол, на самом деле относительные и прилагательные. Но здесь язык сам дает простор для двух воззрений на эти слова, потому скорее это просто объяснение задним числом с перетягиванием одеяла в удобную сторону. Видимо, такое разграничение основано просто на привычках письма. Ведь раненый и крещеный уже в Петровскую эпоху писались устойчиво с одной N. А вот ныне нормативное написание контуженный с одной N, это, на мой взгляд, перл нерадивых орфографистов. Уж простят меня те, кто сам так привык писать. В пищей практике форма с двумя N всегда преобладала над формой с одной N во всех употреблениях. Когда это слово становится частотным в годы войны, например, обратите внимание, какой огромный разрыв. Что оно так неудивительно. Даже то, что глагол двувидовой, это сомнительное утверждение. Вот Лопатин так считает, а я, например, так не считаю. Какой-нибудь Витти словарь тоже так не считает. Все же контузия происходит мгновенно. Краткие формы, кроме формы мужского рода, прилагательных с качественным значением, совпадающих по форме со страдательными причастиями прошедшего времени глаголов совершенного вида, пишутся с двумя N. Например, воспитана, воспитана, воспитаны. Избалована, избалована, избалованы. Возвышена, возвышена, возвышены. В этом правиле уже представлено веское доказательство того, что причастия стали прилагательными. У них появились степени сравнения. Современное правило недаром считается одним из самых сложных. Оно не бьется с произношением. Оно не основано ни на каком одном орфографическом принципе. Что-то станется более понятно, если знать историю языка. Но иногда при этих же знаниях отдельные написания вводят в ступор, потому что являют собой просто кодифицированную случайность. Можно ли поменять в нынешних правилах что-то в лучшую сторону? Не исключено. Но предупреждаю, это такое болото, в котором можно увязнуть, ступив лишь шаг. Кому любопытно, гляньте книгу Академика Виноградова «Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии». Там вы найдете более 40 страниц с описанием всех возможных доводов и возражений за и против. Что ж, а на том, пожалуй, и полно. Так что, прощайте пока.